Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Важно быть что-то с твоей стороны, показывающее твою искренность, твое желание обрести связь с Божественным, твое желание получить помощь, прибежище, все это, передача своей независимости. Человек искренний, духовно растущий, нуждается в духовном навигаторе. И это саду, шастры, гуру и вайшнавы, духовные учителя и священные писания, а также практикующие духовную жизнь. В третьем выходе ты отдаешься их руководству. И тогда истинное откровение, которое от них исходит, становится твоим магнитным полюсом, заданным направлением, по которому ты можешь ориентироваться в мире жизни. Ученик должен быть связан с гуру, чтобы правильно ориентироваться. Я знал некоторых преданных, которые думали, что достаточно просто включить в наушниках Махамантру или Шримад Багава, и в один прекрасный день ты проснешься просветленным. Но дело не в том, что там играет на заднем фоне. Или какая-то заставка у тебя на компьютере, даже если все это в стиле сознания Кришны. Если просто окружить себя внешними атрибутами, то к духовному пробуждению это не приведет. Бхактья, санджатия, бхактья. Только преданность может пробудить преданность в другом. Нет формулы, нет методики, нет механически повторяемого процесса, который может породить духовную субстанцию. Слово «бидж» означает «семя». Семя бхактилата. Семя. Если мы посмотрим в словаре более глубокие значения этого слова, то там будет сказано «причина или скрытое начало, чувство, процесса или состояние». Нужно ли нам понимать слово «семя» буквально или как зарождение идеи? Что мы получаем от контакта с представителем Кришны? «Браманда Брамите» «Мы скитаемся по этой Вселенной, 14 планетарных систем вдоль и поперек». Можно подумать, что по всем этим звездам на небе это объективный внешний аспект Вселенной, но чем на самом деле является Вселенная? Это мир заблуждений. Пройдя через все различные уровни заблуждений, скитаясь по этому миру ложных представлений, В Бхагавадгите Кришна говорит о дереве, перевернутом вверх корнями. Где увидеть такое дерево? В отражении. Если дерево растет на берегу реки, то в воде оно отражается перевернутым. Корни этого мира растут вверх, а ветви вниз. Мир заблуждений. Вот что мы прошли вдоль и поперек. Мир ошибочных понятий. «Браманда Брамите» «Кона Бхагиван Джив» «Удачливые души» «Бхагиван Джив» Что они получают? Гуру Кришна Прасаде Пай Бхакти Латта Бидж Благодаря Прасаду Милости Кришны ты встречаешь его представителя. А уже по милости этого посредника обретаешь более глубокую связь с Кришной. Гуру Махараш никогда не поддавал сомнению и поддерживал идею, что сознание Кришны это усовершенствование ума. Он говорит «Думиропоаналовайукаманубодхиреватха» Это материальные элементы. Это материя. Ум — материальный элемент. А если думаешь о Кришне, это не то, что говорит Гуру Махараш. Он говорит, этот ум надо растворить, и тогда может проявиться ум духовный. Но этот приобретенный ум, нарощенный интеллект, ум и так далее, вместе с нажитыми склонностями, предрассудками, ложным эго. Известная речь Гуру Дева называется «разрушая основы ложного эго». Это то, что надо разрушить до основания, не изменить или доработать, а полностью разрушить, чтобы истинная духовность могла проявиться. нужно вырастить новое, а не пытаться пересобрать старое. И потому принцип Гегеля — «умереть, чтобы жить». Не просто «ты уже хорош как есть, просто кое-что немного измени, и все будет окей». Это не «умереть, чтобы жить». Суть ягьи — огненного жертвоприношения. Когда ты бросаешь что-то в священный огонь, то оно достигает более высокого положения. Как говорит Гуру Махрадж, на самом деле этому священному огню нужно предать себя, чтобы из него проявилось новое «я». Это и есть «умереть, чтобы жить». В противоположность миру, где нужно убить, чтобы жить. Выживание сильнейших. Одно живое существо выживает, убивает другое. Таков этот мир. А в духовном мире ты живешь благодаря служению, самоотверженности. Ты предлагаешь себе огню, самопожертвование. Из этого появляется новое «я», которое ты опять помещаешь в огонь, и так далее. Так проявляется новое «я», более высокой природы, более близкое к реальности, реальности, прекрасной личности, которой ты являешься. Она также есть там. Будучи частью прекрасной реальности, ты обладаешь прекрасной сущностью. И она проявляет себя через любовь, преданность, самоотверженность. Дикшя кале бхакта кори атма самар пан. Настоящая дикша, посвящение, это время, когда человек предлагает себя гуру. Отсюда становится ясно, что это занятие на всю жизнь. Мы не говорим, «Да, да, я предался еще тогда, много лет назад». Нам бы хотелось сделать это много лет назад. Мы надеемся, что так оно и было. Мы пытаемся делать это. Порой люди спрашивают, «Расскажите, как вы пришли в сознание Кришны». Это еще не произошло. В процессе, так сказать. Я стараюсь прийти в сознание Кришны, пытаюсь двигаться в этом направлении. Гуру Махараш приводил сравнение с ребенком. Иногда мы слишком зацикливаемся на своих недостатках, ошибках и оплошностях. Мы так сфокусированы на них и думаем, «Как я вообще могу развиваться?» Когда ребенок только учится ходить, то сначала это почти постоянное падение. Упс, ой, ай-яй-яй. А в один прекрасный день он вдруг проходит несколько шагов и не падает. Это уже другая сторона. Я видел, что возвышенные вайшнавы временами бывают поражены, заметив в нас даже некоторое подобие сознания Кришны. И Гуру Махараш говорит, что как ребенок, раз за разом оступаясь, учится ходить, так и начинающие преданные через свои ошибки учатся держаться на ногах. Каким образом? Всегда благодаря нежному руководству, любящих хранителей, наставниках, как родители говорят, «Давай, давай, иди ко мне, иди, давай, давай, пробуй идти ко мне». Так дети рано или поздно неизбежно начинают ходить и бегать. Гуру Дэву очень нравилось цитировать один стих. До какой степени можно развить эту идею? Когда ты бежишь с закрытыми глазами, не боясь упасть. этот стих ему очень нравился. Такого типа вера, когда веришь настолько, что бежишь. Прыжок веры, печальный или хорошо известный, прыжок веры в безграничную. Вера и верность, и пребывание в мире преданности, это и есть обрести правильный угол зрения, новый способ видения, видеть за пределами объективной реальности. Если мы будем анализировать объективно, то во многих или в большинстве случаев будем видеть что-то нежелательное или вредоносное, угрожающее, все что угодно в этом духе. Но Гуру Махараш всегда говорит нам «каттену кампам сусамикшаману бунджана эватма критам брипакам». Сусамикша. Если вы смотритесь внимательнее на более глубоком уровне, выходящем за рамки поверхностных аспектов объективных критериев, вы увидите дружелюбную руку Кришны. Это очень красиво. Кришна, который мог бы всех заставить следовать тому, что он говорит, не спрашивая соглашения. И этот самый Кришна, Верховная Абсолютная Истина, Высшая Реальность, говорит «Подумай над тем, что я сказал, внимательно поразмысли, а потом поступай, как сочтешь нужным». Он не вмешивается в крошечную свободу, независимость живого существа. Кришна говорит «Вот мои доводы, внимательно обдумай, все взвесь, а потом поступай так, как считаешь нужным». Арджуна отвечает «Теперь я готов следовать твоим божественным наставлениям». Прямо или косвенно, каждый ищет Кришну, взаимодействует с Кришной. Существует только Кришна, нет ничего, помимо Кришны. Адвая-гьян, лишь одно нужно познать, и это Кришна, прямо или косвенно. Так или иначе, каждый придет к этому. Но когда вы под влиянием времени, пространства, измерения, кажется, что это длится вечность. Волновать кого-то это начинает тогда, когда он уже материально истощен. И благодаря представителю Божественного их врожденный потенциал потихоньку пробуждается, и они начинают чувствовать некую разлуку с Кришной. Мы должны думать, «По своей милости Кришна послал мне своего преданного. Как в песне Эмона Дурмати Самсарабиторе. Кришна послал своего преданного, чтобы спасти меня». А что говорит этот преданный? «О, Махабрабхуйни, Тянандани, зашли в этот мир, чтобы спасти падшие души, подобные нам, и вернуть нас домой, назад к Богу». Если же ты думаешь, что постигнешь это с помощью ума или интеллекта, то будешь введен в заблуждение, сбит с толку. Слушание Махабхагавата — это отправная точка связи с реальностью. Потому что нужно сказать, как сноску, Махабхагавата, преданный высочайшего уровня, видит, что все находится в гармонии и нет нужды что-то улучшать. Он не видит заблуждений, он видит совсем дружелюбную руку Кришны. «О, это очень высокий уровень». «Да, это высочайший». Сознание Кришны — это и есть высочайшее из всего. Есть очень сокровенные стороны этого высочайшего, о которых мы не вдаемся в подробности. Но все же нам нужно понять, какова высочайшая и наиболее всеобъемлющая концепция Божественного. И это поможет нам понять, какое место занимают счастье. Все эти явления тематически связаны. Не нужно думать, что в Апанишаде говорится одно, в Куранах — другое, в Третьих Писаниях тоже нечто отличное, а в Четвертых — что-то еще. Если вы так думаете, значит, вы не понимаете теорию единого поля концепции Кришны, Гаудия Даршина, Махаправху, Гуру Махараджа. Это все связано между собой. Мы всегда должны интересоваться идеалом, потому что идеал — это синоним Кришны. В одном месте Гуру Махарадж говорит, Кришна есть Сиддханта. Речь не о том, что Сиддханта о Кришне, хотя так и есть. Но в одном месте Гуру Махарадж сказал, Кришна и есть Сиддханта. Он не отличен от нее. Так что, по крайней мере, давайте послушаем Парамахамс. Послушаем Махабхагат. Послушаем Махаджан. И будем двигаться под влиянием их видения. Мы нуждаемся в руководстве высшего Вайшнава. Гуру Ачи Ноти Яша Страртам. Гуру — это тот, кто может излечь внутренний смысл Священного Писания, и который понимает то, что может быть неблагоприятно при одних условиях, благоприятно при других. Солдат видит все с определенной точки зрения. А генерал уже под другим углом. В интересах солдата работает под руководством генерала. Солдат не обладает тем же видением, что и генерал. На ум приходит один полководец, который как-то сказал рядовым. Люди думают, солдаты думают, что их цель — отдать жизнь за страну. Но на самом деле наша цель в том, чтобы противник пожертвовал жизнью за его страну. Это видение генерала. Солдат думает, «Я должен отдать жизнь за отчизную». Нет, нет, заставь врага пожертвовать собой ради его страны. Вот как ты должен думать. Поэтому солдат будет сражаться под началом генерала. Такой процесс. У него есть свое собственное мнение, свой взгляд на вещи. До поры до времени ему это поможет. Но дальше он должен двигаться под руководством старшего. Не отвергать его точку зрения. Каништа Багват или Мадьям, преданные, начального и среднего уровня, не должен отвергать точку зрения Маха Багаваты как неосуществимую или непрактичную, неподходящую для его положения. Скорее нам говорят, «Махаджино-яна-гата-сапанта» узнайте, о чем поведали Махаджаны тогда, как говорит Сарасвати Такур, «Религия означает занять правильное положение. Под влиянием их видения скорректируйте свое состояние и окружение». Джива — это атомарные чит частички духа и по сути своей обладают тем, что есть изначальный чит шакти, духовной энергии, хладений шакти, энергии наслаждения, только в количестве атома. И поскольку они величины с атом, то майя легко может одолеть Дживу. Но в Ашрайе, в Играхе, приняв прибежище, в общении с подлинным преданным, внутренний потенциал Дживы любить Кришну пробуждается, полностью развивается и является себя. Мы вечные слуги Кришны. Это наше настоящее вечное положение. Только в забвении этого мы устремили свои силы не туда, а что выразилось в извращенном, страстном желании обладать материей, в этом искаженном отражении духовного мира. Хорошая новость в том, что мы вечные слуги Кришны. Ты не становишься слугой. Это вечное положение Дживы, души, как говорит Махаправху. Мы просто забыли свое настоящее положение. Так что мы должны исполниться надежды, что по милости гуру и вайшнавов все это пробудится, получит должную подпитку и развитие благодаря общению и служению старшим возвышенным вайшнавам. Гуру Махараш приводил в пример свой случай. Я думал, вначале нам говорят, что нужно предаться вайшнаву, гуру, но однажды сбудется мое сердечное желание связаться с Кришной напрямую. Однако со временем я понял, что вайшнавы это все и вся. Поэтому настоящая связь с Кришной возможна только через вайшнавы, которые в более широком смысле являются либо представителями Нитянанды Прабху, либо уполномоченными Радхарани. Саруп Дамудар сказал, если хочешь понять философию книгу Бхагаватам, то обратись к личности Бхагаватам. И факт, если это Маха Бхагавата, то ты хочешь предложить себя ему в качестве слуги. Так можно распознать, что ты встретил Маха Бхагавата. Ты чувствуешь потребность стать его слугой. Это единственная нормальная реакция. Так же, как когда ты по-настоящему соприкасаешься с Кришной. Бадинья Сарвишат Гуна Вишишта Тебя непреодолимо влечет предложить себя в слуги, а не пытаться потреблять или использовать какой-то внешний аспект Кришны или сознание Кришны ради своей выгоды или развлечения окружать себя музыкой в стиле сознания Кришны или поставить себе заставку с Кришной на рабочий стол. Я жгу только качественные палочки от Прэмджи. Или я купил на Лой Базаре благовоние Примо. Вот на что это похоже и вот почему я это высмеиваю. Одно и то же. Нет сути. Баджан сотрясающий воздух. Знаете, люди иногда играют в воздухе на воображаемой гитаре. Они не настоящие гитаристы. Прием! Гитара из воздуха. Подобно этому воздушный Баджан пустой. Они танцуют в темноте, во тьме, невежество, незнание Самбандхагвиана. Махавраппу сказал «Джи-вэй-сварупай-кришнэра-нитья-дас». Вечная сварупа-джива, Кришна-дас, что значит «любящая слуга». Если вы прочтете последнюю страницу комментария Прабхупады, как она есть, последний стих, последний комментарий, и в последнем предложении он говорит, «Джи-вэй-сварупай-кришнэра-нитья-дас, я перефразирую». Теперь, после достижения сознания Кришны, джи-ва занимает свое положение в сфере энергии, дарующей наслаждение. Это, в общем, означает хладини-шакти, сваруп-шакти, хладини-шакти, и так далее. Итак, дживы — атомарные частицы чит-шакти, и они вечно находятся под покровительством группы полноценной и изначальной чит-шакти, ашрая-виграха, нанда, яшода, субал, шри-дам, лалита, вишакха и другие. Сам Кришна говорит, «Мои настоящие преданные — те, кто предан моим преданным». Но, опять же, «преданные» — здесь довольно общий термин. Если мы уточним, то из уст Кришны это будет звучать так, «Мои настоящие преданные — это те, кто посвятил себя святым лотосным стопам Шримати Радхарани. Вот кто мои настоящие преданные». Мы можем сказать, аргументированно, что через наше предание Кришне, сознанию Кришны, постепенно, со временем, по милости Гуру Варги, мы начинаем понимать величие Радхарани и преданных, их положение. А затем, через предание им, через Радхадаси, мы можем понять глубже по-настоящему Кришна-татву. Все это идет рука в руку. В духовных кругах важно не что ты знаешь, а кого ты знаешь и кому ты служишь. Слава Богу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова